всем привет вот такая вот красотка расцвела у меня я очень долго ждала ее цветение когда-то я покупала ее совсем маленькой и наконец она расцвела почему наконец потому что покажу вам ее цветонос вот такой вот вот такой вот в общем вот здесь он начинается очень долго она его растила ну больше метра он больше метра и рост наверное месяца 3-4 наверно точно мне было очень интересно как она распустится но она меня не разочаровала вот цвет прям точно передает вот такие вот разводы на губе просто какой-то шедевр здесь присутствует все и завитушки и такая губа просто супер ну красотка для первого цветения я считаю что это просто обалденная купила я ее наверно года 4 наверно назад точно и вот она мне по псевдобульбочки выдавала каждый год и выпустила цветонос я люблю когда детки зацветают когда малышня зацветает потому что это что-то новое что-то такое вот прямо ты ждешь с нетерпением и когда еще распускаются все цветы такой небольшой шарик цветы но вот они вот по сравнению с рукой они не такие большие они такие здоровские прям не налюбоваться я его наверное вот как посадила наверное в тот горшочек наверное также не пересаживала и вот так вот он нарастил вот такую вот бороду ну и в таком маленьком горшочке так и растет сверху мох там наверное кора ну нужно будет пересаживать конечно не знаю не любитель я засовывать эти корни которые уже привыкли быть снаружи внутри ну посмотрим как я их пересажу вандачка моя продолжает цвести и набирать цвет но что из нового это расцвел какой цвет до гиганты red ну и наверное все знают что это запах просто обалденный один цветоносик которому я очень-очень рада супер такие мордашки кричащие конечно можно разглядывать цветы вблизи и они будут тебе напоминают что-то но этот экземпляр чеки я купила недавно когда ездила с нашим клубом и вот он его как-то быстро-быстро начал растить и открыл очень здоровски я положила так немножечко мха сверху потому что я понимаю что им суховато все таки там мало коры было но главное что он у меня расцвел и это уже мне подарок это тоже моя новенькая которую я купила и точно так же я не разочарована очень красивый такой прям насыщенный красивый цвет это маленькая фальката purple фэнтези трост и тоже которую я приобрела недавно и она меня не разочаровала такие шпорцы по сравнению с растением видно да что что цветы что растения маленькие пытаюсь навести поближе но камера не хочет еще один цветочек там вот в бутончике думаю что она долго будет свести это ванда маленькая ну вот один цветоносик я купила с цветоносами и вот он у меня распустился так вот он в маленьком в таком вот горшочке так и растет наверное так и будет расти здесь тоже такой миниатюрный это денема поле булбон маленькие цветочки или энциклия еще называют ну вот так вот она у меня не знаю где она у меня росла но я решила оставить просто на такой вот коряжки положила сверху на вот эту она будет примотать чтобы она росла потому что она разрастается конечно очень сильно вот такие вот милашные маленькие цветочки как то такое миниатюрная да здесь миниатюрная здесь миниатюрная и вот еще одна малышка лоелия линди лунди ай или лилия сейчас они уже котлеи и вот начинают распускаться этот уже долго цветет тут вот еще один бутончик они бывают по два бутончика снова роста выдают и вот так вот когда новый ростик начинает расти вот так вот сначала бутончик а потом уже и листик еще один бутончик маленькие такие нежные цветы и такая расписная губа когда их целая полянка конечно красиво ну это тоже вот так вот у меня кусочек мне отдали и он постепенно разрастается нужно будет пересаживать потому что он уже перерос и начинают вот так вот разветвляться это здорово что будет вот так вот расти и цвести по кругу ну класс это у меня маленький 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 ансидиум двинкл я когда-то покупала его немножечко побольше размером потом он у меня не хотел расти потом он у меня почти погибал и вот я его можно сказать по новой начала растить и в этом году такой вот красавчик прям со всех сторон выпустил мне цветоносы нашла наверно общий язык да с ними вроде бы такая легкая группа считается но что-то мне они не удавались и это вот родитель ансидиум сатанум который у меня тоже недавно цвел всеми любимый этот твинкль они конечно и желтенькие бывают и беленькие более темная форма но запах просто обалденный у них у всех поэтому их любят красота ну а тут все это вывод видели здесь мой реджевел так и цветет вот просто такие вот яркие огонечки очень-очень люблю эту маленькую котлею супер прям такие большие цветочки можно сказать открыла она наверно солнышко было теплые очень деньки и и здесь я перенесла под крышу и очень нравится такие прям яркие огонечки здесь вот еще бутончик ну здорово и моя серного моя брошка очень понравилось у нас кстати было вчера наше заседание у меня дома не получилось сильно много заснять потому что я говорю как тайфун все пришли все начали быстренько рассматривать что-то как-то рассмотреть мои теплицы потом мы все расселись начали рассказывать про свои орхидеи потом всем чай кофе и как-то все быстро потом и ушли ну в общем быстро это все произошло я говорю так как тайфун выхожу и уже никого нет все как-то так пока со всеми попрощалась попрощалась и все и не удалось мне сильно заснять но я вставлю в конце видео как мы расселись что у нас было было таки до 30 человек многие очень хотели не получилось прийти кто-то заболел кто-то по работе но я понимаю что всем понравилось и может быть по еще это будет и не раз потому что сказали что нам очень понравилось у нас в гостях в общем будем ждать так ну вот еще до сниму немножечко распустился опять ангреку обалденно мне кажется что он недавно цвел он так быстро наращивает свои цветы я думала новый ростик опять ну опять цветочек и он так быстро быстро его наращивает и открывается белоснежный красавец ну и это моя долгожданная не хотел она у меня никак расти я ее тут так то так а мизиела мантикола и вот в этом году два цветоноса ну вот по сравнению с ангрекумом она его нах наращивает очень долго и долго открывает ну конечно это стоит того чтобы ждать красивый белоснежный цветок этот шпорец такой в общем обалденный и аромат у него тоже очень очень приятный цитрусовый белоснежный переливаться наверно будет на солнышке но еще раннее утро солнышка нету и вот такой вот красавчик надеюсь что распустится 2 цветочки и будет красиво ну вот видите по сравнению с растением цветок огромный ну а тут вот такая вот редкость их для меня растил он свои цветы ну наверно месяца три точно дендробиум синили и распустил он два цветка я помогла ему открыть их потому что еще раз повторю очень долго он их растил из-за того что наверное холодно и как-то он не хотел их прям открывать и я чуть-чуть приподняла лепестки и он как-то открылся быстренько но для меня это редкость и для нас для всех кстати приходили когда когда был сбор у меня дома приходил ли тоже и принес один из членов клуба у него было три цветочка но мои еще были закрыты на данный момент и вот они открылись здесь вот у меня кстати есть так я купила с такой вот картинкой ну и конечно я очень рада что у меня хотя бы два цветочка открылась ну я вижу что она здесь вот он дендробиум что здесь вот еще растут и там вот еще как-то ну очень странно я его купила в таком плачевном состоянии не знаю кто-то помнит нет я честно говоря даже не думала что он будет жить у меня ну такие вот засушливые сухие были псевдобульбы и как-то вот он сверху просто стоял на грунте ну принялся он в рост нарос нарастил мне парочку псевдобульб и вот так вот зацвел даже еще раз повторю что это большая редкость для австралии я не видела ну здорово я очень рада что еще из новенького вот у меня распустилась глаука ночная красотка потому что пахнет она ночью вечером кстати сейчас тоже думаю что это пахнет это она еще пахнет 7 утра и и такой приятный аромат всего 4 цветочка в этом году конечно же мне хотелось чтобы она открыла побольше потому что уже такой кустик ну разросся все уже оплетает полностью весь горшок так сейчас я здесь что-то поломаю красивые такие крупные цветы так ну и что еще у меня расцвело из новенького это вот такая вот котлея ладигизиай это опять же одна из моих новинок в том году купила у меня была одна но мне не нравилась форма ее ну это такая более не менее но все равно я видела красивее ну будем радоваться и такому цветочку да красивая рюшистая губа такая нежная нежная окраска маленькое кстати растение небольшое растение вот так вот она зацвела в таком маленьком горшочке ну что вот так вот наболтала 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 вставлю небольшое видео в конце как я уже говорила покажу как мы посидели ну в общем такие вот у меня новости и вот такой вот у меня мой цветущий орхидейный коридорчик ну в общем всем пока пока до новых встреч а слона то мы и не заметили да называется ну вот так и я наверное потому что я уже устала ждать ой ну все таки дождалась вот такой вот цветоносик ну метра два наверное точно да луи а ну иди отсюда уйди вот такой вот цветонос покажу название это наверное родитель до предыдущей моей великанши ну этот цветонос еще дольше рос и здесь просто огроменные цветы очень долго очень долго ну долго это я уже наверное не знаю ну месяца четыре наверное тоже рос этот цветонос и наконец-то она его открыла красотка открывает сначала а потом цветочки доращивает они увеличиваются в размере класс и конечно же им нужна повышенная влажность когда она открывает свои цветы потому что слипаются бутоны вот про такую вот красоту мы и забыли да и здесь вот еще один один богатырь для меня конечно цимбидиум открылся в моих условиях это большая редкость но все-таки открылся один цветонос давным-давно был куплен ну вот такой вот красавчик она а а а в также он и и а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...